К очередному матчу команда подходит в статусе фаворита. Нижний Новгород на четвертом месте. Сочи в пяти очках, Томь в восьми. Пожалуй, правильнее обращать внимание именно на томичей, поскольку там ушли несколько лидеров, да и денег на то, чтобы выступать в премьер-лиге нет. Об этом открыто говорит президент клуба, он же губернатор Томской области. Но и на догоняющих Нижнему Новгороду тоже стоит обращать внимание. Впрочем, футболисты пока предпочитают на таблицу не смотреть. Своя игра важнее. Мы сейчас не особо смотрим на конкурентов, потому что нам важно свои очки набирать как можно больше в каждом матче. Но, в принципе, из таких, я думаю, выделить можно Хабаровск, Сочи, те же Шинник и Курск. Хабаровск? Да, у них, если посмотреть турнир на таблицу, четыре очка от нас отставания. Причем команда очень такая хорошая и любой матч, который они играют, они играют на победу, и поэтому их тоже стоит опасаться. Положение Химок тоже не расслабляет игроков и тренеров. Они в четырех очках от зоны вылета. Это тоже дополнительная мотивация. Футбольная национальная лига входит в решающую стадию, и каждый матч становится очень важным. Конечно, для тех, кому есть за что бороться. Нижний Новгород и Химки как раз из таких команд. В первом круге команды сыграли в ничью 1-1, причем нижегородцы отыгрались на 90-й минуте. Шикарный мяч забил Артем Абрамов. Он же сделал голевую передачу Наполиенко в предыдущем туре, да и вообще он стал одним из лучших фланговых защитников на прошлой игровой неделе в ФНЛ. Повторить результативные действия он готов и сейчас, но и об обороне не забывает. Химки 14 раз в сезоне били пенальти больше всех в лиге. У нас сейчас будет судить опытный арбитр из премьер-лиги Наскалев, по-моему, так что я думаю, там каких-то судейских ошибок явных таких уж не должно быть. История матчей между этими командами на стороне нижегородцев. В прошлом сезоне две победы в двух матчах. В этом ничья. То есть Нижний Новгород никогда не проигрывал Химкам. Как будет на этот раз, вы сможете посмотреть в прямом эфире на нашем канале. Начало трансляции в воскресенье в 15 часов. Александр Быков, Виталий Кудрявцев. В итоге недели ННТВ.